Держи на брусьях А когда погода позволяет, тут всегда кто-то занимается Артем с друзьями приходит сюда почти каждый день У него пока плохо получается, но он не намерит сдаваться Часто занимаюсь на этой площадке с друзьями И нравится, ну, хорошо, что построили Раньше была только на озере А сейчас здесь построили, ближе, можно после школы сразу же пойти и сделать пару упражнений На площадку могут приходить не только ученики школы, но и каждый желающий Ведь тут хватает тренажера для всех При этом вам не нужно тратиться на спортзал В разнообразии этих снарядов очень сложно разобраться И мы позвали фитнес-инструктора, мастера спорта по пауэрлифтингу Станислав, Станислав, здравствуйте Здравствуйте Подскажите, чем можно заняться на этой площадке? Как себя развить? Банальные можно подтягивания Хорошо развивают верхний плечевой пояс Очень хорошо работает спина здесь А это что за тренажер? Это для более, как сказать, продвинутых Здесь люди становятся на руки Учатся делать стойку на руках Самые такие, возможно, базовые упражнения, которые здесь можно выполнять Которые развивают все тело Все тело? Ну, это, как сказать, наверное, больше всего Можно на рукоходе походить Здесь тоже очень хорошо работают руки На рукоходе можно развивать не только мышцы рук, но и другие Да, мышцы пресса, отлично Здесь можно развить Это можно сделать подъем ног в висе Тоже очень эффективное упражнение Прямо здесь цепляет? Да, вот здесь цепляетесь Ниже, да? Цепляетесь Висните на руках И поднимаете ровно ноги вверх Да О, тяжело И как много таких повторений нужно сделать? Ну, в пределах можно 30-40 раз сделать И тогда у меня будет стальной пресс Да Ну, я только начал заниматься Я думаю, пяти хватит Станислав, а это тоже рукоход? Это как больше своеобразный турник Здесь можно в разных вариациях делать Подтягиваться То есть здесь можно Да, с обычным хватом Обратным хватом И ровным хватом, как сказать На простом турнике вот так не попотягиваются Да Да, это такой своеобразный турник А вот такой ровный хват Чем лучше, обыкновенного? Здесь больше работают руки, чем спина А какие еще здесь потягивания можно делать? Обратные потягивания у нас делать Это работает бицепс. Вот таким хватом. Вот так, да? Да. Да, отлично. А еще какие? И стандартный хват. Опа! Сложно. То есть здесь уже близко руки не поставишь, да? Да. То есть заставляет правильно подтягиваться такой турник своеобразный. Да, более широко, да. Прекрасной половине человечества тоже есть чем заняться на спортплощадке. Вот такие несложные выпады отлично развивают ноги и подтягивают ягодичные мышцы. Обратные отжимания просты в исполнении и быстро приведут мышцы спины в тонус. А также отжимания обратным хватом помогут рукам стать гораздо сильнее. То есть на этой площадке можно развить все группы мышц, да? То есть можно даже заменить спортзал по факту? Ну да, практически можно заменить. А чего-то не хватает, то есть? Ну конечно, не хватает весов, тренажеров некоторых. Здесь как бы нужно с собой иметь какие-то приспособления, утяжелители на ноги, например. На, не знаю, какие-то... Может какую-то гирю можно у кого есть привязать пояс и делать на брусик, либо подтягиваться. Потому что со временем мышцы привыкают и уже нет эффекта. Да, чтобы мы просто росли, нужно повышать нагрузку, да? Да, и нужно все время повышать нагрузку. А какой еще дополнительный инвентарь стоит с собой брать, например, на площадку такую, когда только начинаешь заниматься? Ну, когда что? Ничего, в принципе, главное желание иметь. Главное желание, мотивацию. А так, для начального уровня есть с чего, хватает всего. Спасибо, Станислав, за небольшую экскурсию. Да, не за что. Главное, занимайтесь спортом, не важно делать это вы на площадке в школе, или у себя во дворе, или в спортивном зале. Как говорится, кто хочет, тот занимается, а кто не хочет, тот ищет оправдание. Занимайтесь спортом.